Всем привет! С вами Визук.ру и сегодня у нас не совсем обычный обзор. И будет он посвящен вот такой вот маленькой шарнирной куколке из Китая. Зовут ее у нас дома Кассандра. Имя придумала моя трехлетняя дочка. Случай произошел у нас смешной. Я забрала посылку из Китая, намеревалась куколку ей подарить на какой-нибудь ближайший праздник. Но я не знала, что в этой посылке куколка. Я думала, что там другие вещи. И, естественно, стала распаковывать при дочке. Увидев куколку, она ее захотела. Мы одели ее в платьишко. И на мой вопрос, как же ты ее назовешь, она сказала Кассандра. Я удивилась, потому что я не понимала, откуда ребенок трехлетний знает имя Кассандра. Сказала она папе, что куколку зовут Кассандра. Папа подумал, что научила я. Оказалось, что никто ребенка не учил. И свет на имя пролил потом у нас сын, сказав, что в каком-то мультфильме главную героиню звали Кассандра. Так что вот, знакомьтесь, это наша Кассандра. Пришла она с Алиэкспресс быстро. Посылочка отслеживалась. По стоимости обошлась мне в 251 рубль, не считая платьишко. Вместе с платьишком я заплатила 397 рублей. Считаю, что за эти деньги куколка вполне себе ничего. Ростиком 16 сантиметров. Волосики. Ну, не скажу, что они прям очень-очень качественные, но за такую цену нормальная прошивка. В принципе, вот видите, она не такая уж плотная, но прически позволит делать и играть с ней будет можно. Единственное, что волосики периодически вылазят, когда их расчесываешь. И они вот немножечко вот так вот становятся. Но это тоже ничего страшного. Для трехлетнего ребенка вполне себе отличная игрушка. На щечках у куколки ямочки. Она улыбается. Это очень приятно располагает к себе. Ребенку она сразу же понравилась. Ручки гнутся. Все на шарнирчиках. Единственное, что некоторые суставчики чуть-чуть туговато поначалу шли. Но это из-за того, что игрушка новая. В комплекте куколки-галышки идут вот башмачки с зайчиками. Конечно, вам не очень хорошо видно. Не фокусируется у меня камера. Ну, в общем, там зайчики. Они сзади с прорезями. Их можно удобно снимать. Ребенок сам справится. Вполне себе легко. Одежка. Одежка 140 с небольшим рублей стоила. По качеству ниточки торчат, да. Не скажу, что она прям совсем качественная. Но вполне себе ничего. Для игр ребенка подойдет. На липучке. Прошивка, конечно, не идеальна. Но и цена невысокая. Поэтому я считаю, что свои денежки куколка оправдывает. И если дочка не забросит ее в какой-нибудь дальний угол и захочет играть дальше, то думаю, что мы купим еще несколько куколок из коллекции. Потому что они очень миленькие. Так и хочется им что-нибудь связать. И, наверное, в ближайшее время я что-нибудь свяжу. Придумаю какое-нибудь платьице или костюмчик. И обязательно сниму на видео. Так что подписывайтесь на канал. Делитесь фотографиями своих куколок, если вы коллекционируете их. А также ставьте пальцы вверх, если вам понравился мой обзор. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok